Скажите, вот было сколько собрано подписей, раз мы уже вот тут стоим и чем-то... 33 тысячи. Сколько? 33 тысячи. 33. А куда они вот сейчас, ну куда они пошли, куда их отправили, не отправили? Они все на месте, но мы их присоединяем, когда делаем запросы в министерство, в ведомство. То есть вы куда-то уже их отправляли? Да, копии. Копии, я понял. Когда мы делаем, когда мы пишем письма, мы копии прикладываем к письмам. А куда вы эти письма отправляли? С подписями? С подписями. С 33 тысячами. Нет, с 33 еще не отправляли. Ну ладно, с 30. С 30 тоже нет. С 28. Мы берем, да, немного их и отправляем. Этого достаточно для того, чтобы государственные структуры отвечали на коллективные обращения. Мы отправляли в Тельминский сельский совет, в Брестский райисполком, в обл. исполком, в Министерство по чрезвычайным ситуациям, в Министерство транспорта, в Департамент по авиации, в Госпромнадзор. Президенту все ждут. А президенту отправляли? Вот мы, да, будем. Будете, то есть еще не отправляли. Может президенту отправить? Вот эти 33 и отправятся все президенты. Хорошо, просто люди же не спрашивают у меня, а я не знаю, что ответить. То есть все президенты не отправляли. И такие есть подвижки, может быть там какие-то суды начались, что там идет, не идет процесс. Потому что люди говорят, ну вот мы собираем подписи, а дальше что, а дальше что? Суд вообще назначен на 27 число. 27 января. Да, рассмотрение. По какому поводу? Рассмотрение чего? 27 февраля, извините, конечно. 27 февраля. Мы обратились в суд с иском, скажем, на процедуру и нарушение закона ОСС. Только вот этот? Достаточно для первого. Да, да. Это то, что нарушено явно. Закон нарушен, значит надо, чтобы суд разбирался. Ну смотрите, тут даже и получается, что это настолько явно, что нет как бы повода и в суд подавать. Просто зачем подавать в суд? Суд сейчас есть повод. Раз закон нарушен, значит как раз в суд нужно подавать. Это все недействительные, эти все сделки потом недействительными являются. Процедура общественного обсуждения, она была предъявлена с явным нарушением законодательства. В чем это заключалось? Только административную единицу Брестский район выделили, а город Брест не включили. Хотя с законом о экспертизах положено было и прилегающие структуры, которых коснется. Оказывается, коснулось Бреста, ведь жители захотели высказать свое отношение к этому вопросу. И второе, в протоколе они указали, не указали количество граждан, которые приняли участие. Это обязательно должно быть указано. И третье, то, что вот если материалы, которые предоставлялись для экспертиз государственных экологических, отчеты об ОВОС, сначала был один, а теперь мы знаем совершенно другой отчет. То есть в первоначальном отчете содержались заведомо недостоверные сведения. Расчеты были продвинены неверно. То есть там тонны туда-сюда идут, десятки тонн плюс-минус. И третье, была двухсменная работа в первоначальном отчете о ВОЗ, а теперь оказывается круглосуточно, в три смены. То есть те нормативы, которые нам говорили, что выбросы будут, это совсем другое дело. И самое главное, что чрезвычайно опасные отходы свинца, а их очень много, они вообще не лимитируются, их не должно быть. То есть нет лимитов на них размещения у нас выбросов, ноль должен быть. У нас даже налога нет. Поэтому это производство чрезвычайно опасное и особенно для детей. Почва, если будет загрязнена, ее убрать нельзя. Нет средств. Это бюджета республики не хватит, чтобы здесь рекультировать эти земли. Третье. Разграничная Польша находится здесь километров, наверное, 10. А радиус рассеивания этих веществ, когда летом или сильный ветер, 50-80 километров. То есть трансграничное обсуждение должно быть. Не знаю, откуда у вас такие данные. Лемешевский говорит, что дым падает в трубу, а вы говорите там про какие-то километры. Федор Иванович, как это несоответствие можно объяснить. Я пошутил, я пошутил. То вы так серьезно. Я же пошутил. Хотя я думаю, что если завод будет строиться, будет нам всем не до шуток скоро. Какие шутки? Шуток никаких нет. Во-первых, слабоумие у детей. Это очень важно. Поколение. Устойчивая экономика. Это что? Устойчивая экономика. Это чтобы мы пользовались природой своей. И наши дети тоже могли право пользоваться. Вот господин Лемешевский попользуется и убежит. Ну и еще третий вопрос задать хотелось бы. А на каком основании с финансионного фонда Брестской области выдали для особо опасных отходов производство, которые увеличатся и так далее? Многие задают вопрос. Машины ездят. СБМ сработает. Я говорю, так задача же уменьшать количество отходов. В топливе автомобилей с 2006 года уже нет свинца во всем мире. В Беларуси тоже с 2002 года, по-моему. Поэтому там есть вредный углерод, но свинца нет. Поэтому тот, кто ссылается на это, это как бы пшик. Такого нет. То, что Советский Союз и США и весь Западный мир убрали соединение свинца из бензина, на 50-60% уменьшилось содержание свинца и в рыбе, и в овощах, и в фруктах. Так, ну что, друзья, смотрим, что тут. Тут, может быть, еще главный вопрос, который мы сегодня хотели сформулировать. Так, он, может, придет, он, может, такси к нам едет. Вдруг Радченко мочится к нам на такси. Потише. Потише надо было, чтобы нам был Радченко, и мы все разговаривали, правда? Потише им там, мы мешаем там, не знаю, что у них там. Он как раз-таки, этот вопрос возник непосредственно на собрании. А как вас зовут? Представьте, нас смотрит, знаете, 115 человек. Меня зовут Авдеева Ирина, я жительница поселка Стимово. То есть вы понимаете, что 115 человек, это брестский вестник, столько не читает, сколько часто смотрит. Понимаю, понимаю. Возник такой вопрос. На каком основании и на основании каких нормативных документов при определении размеров санитарно-защитной зоны данного завода на этапе его проектирования не была принята во внимание информация о мощности организуемого литейного производства? При производстве аккумуляторных батарей. Везде говорят, что это аккумуляторный завод. Но на самом деле, согласно заключению государственной экологической экспертизы по разработанному строительному проекту данного завода, заключению номер 789-2017, 26 мая 2017 года, значит, там указано, что выданного государственной экологической организацией Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов, там определен размер санитарно-защитной зоны для данного завода 500 метров. Однако в этом же заключении этой же государственной экологической экспертизы есть цитата, что для производства аккумуляторных батарей на заводе организуется, внимание здесь, литейное производство и свинца и его сплавов, прокат свинцовых сплавов, элементы химического производства с использованием свинца, серной кислоты и электролизоводных растворов серной кислоты, сборочной операции, в котором в том числе применяется пайка расплавленным свинцом. Конец цитаты. В данном заключении государственной экологической экспертизы также указана мощность, которая будет на этом заводе составлять по литью, «Суммарная мощность плавления свинца на строящемся предприятии планируется в объеме 13 156 тонн в год». Значит, есть вот такой документ, это санитарные нормы и правила требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений, иных объектов. Согласно этому документу, есть определение, что такое санитарно-защитная зона, то есть это территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности здоровья населения от вредного воздействия объектов на ее границе и за ней. И согласно приложению этого документа... Вы так серьезно, я думаю, грузите сейчас народ. То есть тут же все гораздо проще можно сказать, что не соблюдены нормы, и у нас есть документы. То есть дело в том, что мы считаем, и мы хотели спросить это у Радченко, почему именно взять размер санитарно-защитной зоны 500 метров. Да, здесь есть производство свинцовых аккумуляторов, но если учесть, что более 13 тысяч тонн свинца будет плавиться, это совсем производство попадает по другую градацию, и мы считаем, что это производство по вторичной переработке цветных металлов. Свинец является цветным металлом в количестве более 3 тысяч тонн. 13 тысяч тонн это более 3 тысяч тонн, следовательно, здесь есть нарушение уже по санитарно-защитной зоне. Она должна быть минимум 1000 метров. Вы знаете, то, что мы считаем, это одно, а по законодательству все расписано другое. Это властит закон. Все правильно, но видите, вот люди пишут, что, друзья, все откаты уже поделены, поэтому остановить ничего нельзя. Но я хочу сказать, что на самом деле это все совсем не так, потому что остановить все это можно, и у нас же власть народа в стране, правильно? Да, вот поэтому мы пришли пообщаться с непосредственной нашей ближайшей властью сегодня. Мы ее не оставим. Дорогие друзья, мы сейчас находимся в 25-й школе на улице Волгоградской. Это вот избиратели Радченко, санитарного врача, который подписал Бресту, я так считаю, смертный приговор. Потому что благодаря его подписи здесь строится фабрика смерти. Это на мой взгляд. И он почему-то не пришел на встречу. Непонятно почему. Хотели бы с ним поговорить. Испугался. Ну да, после того, что он пережил в Тельмах со своими коллегами-подписантами, конечно, я понимаю, почему он не пришел, но тем не менее он же народный избиратель. Вот как бы уровень народного избранника, который боится приходить к своим избирателям. Ну чего же он не пришел бы, он же мог прийти и сказать, друзья, вы немножко недопоняли. Сейчас я вам все объясню, ну правильно? И объяснил, нас же тут мало, меньше, чем в Тельмах. И мы бы сказали, елки-палки, да, вот нормально, вот человек объяснил и стало все понятно. Но я, например, боюсь, что объяснить нам это не удастся, потому что Брест это город технарей. И что-то там втереть про безопасность, про уксусную кислоту, как это делает очень образованный летчик, летчик Лемешевский, не получится. Так у нас даже информацию с документов вот запрашиваем, которые мы хотим, мы не хотим там никакие технологии, технологические процессы сильно изучать. Мы интересуемся, как окажет влияние этот завод на здоровье наше и наших детей. И я считаю, что это, ну, совсем как-то неуважительно, не ознакомить с этой информацией нас, как жителей близлежащих мест вот этого завода. Я хочу добавить еще. Оценка рисков на окружающую среду и на здоровье людей и детей. Это самое главное то, что санитарный врач наш упустил, он как должностное лицо обязан был пресечь этот авоз на месте сразу же. Риска, оценка не было. Они все говорят, мы не против строительства завода, мы против производства, которое здесь будет на этом заводе. Но это будет металлургический завод, это не будет аккумуляторный завод, это будет металлургический завод. Нет, так это будет высокоотходное производство, очень опасных этих отходов. Поэтому я, правда, у всех избирателей города Бреста приглашаю этот, мы имеем право агитировать за то, чтобы не голосовали за этого кандидата. Раз кандидат назначил время, ну, как мы понимаем. Значит, за него же никто не будет голосовать, но вы, кажется, все понимаете. Мы не правы сказать об этом, что человек, находясь на должности, мог бы не подписать. Федор Иванович, вот скажите, вот как называется человек, который, не знаю там ради чего, но он придает интересы своих подопечных, потому что он является главным санврачом города. Это серьезный пост. И вот как вот называется вот такое? Я не только его имею в виду, я имею в виду и Брыша, Петра, и всех вот этих вот, кто подписывает подобного рода документы. Ну, кандидат Капельба, Капельба такой у нас уже есть. Так, вы как чиновник сейчас уклоняете с ответа. Есть одно слово, это здрада, это предательство, понимаете? Да, я берлахастов. Я так вот думаю. Ну, карьерист и пустой человек, в принципе, не на своем месте, нет гражданской позиции. Нет, карьерист и пустой человек, это одно. А когда подписывается такой документ, что потом неизвестно, что будет с нашими детьми, это совсем другое. Но отношение такое, в рамках уголовно-процессуального кодекса должен преследоваться уголовным законодательством за такие действия чиновников. Только уголовным должен подвергаться уголовному преследованию. Ну, тут пишут, что ему сказали в райисполкоме, он подписал. Ну, в принципе, я согласен. Нет, не сказали, он подлежит уголовной ответственности. Ну, вот я вам скажу, как Михович, как Михович, секундочку, помните, главный землемер, подписал Андросику, Палашенков ему сказал и посадили его. Он не просто подписал, они подписали и использовали этот подложный акт для того, чтобы обмануть население. Это 100% уголовная ответственность. Ребята, вы о чем? Уголовная ответственность. Я бы тут собиралась на встречу, одна мамочка грудного ребенка очень тоже хотела быть и, ну, не смогла. И вот сунула меня перед приходом сюда такую писулю, чтобы вот задать можно было Радченко. Вот люди интересуются, где будут храниться и куда утилизироваться отходы от этого предприятия по плану первого и второго класса опасности. Никто до сих пор не знает, это запрашивалось, никто нам ответов не дает. Я могу дать ответ вам. Какие приборы, измерительные приборы имеются у контролирующих органов, чтобы делать замеры воздуха, почвы на содержание свинца? Как часто это будет делаться? Где можно будет ознакомиться с результатами таких вот замеров контрольных? Также обычные обыватели, люди, которые живут вот рядом возле завода, интересуются, есть ли такая вообще у нас услуга для населения и сколько она стоит, чтобы вот сделать в собственном огороде, там, если я не доверяю, допустим, измерениям там завода, в собственном огороде замеры воздуха и почвы на содержание свинца? И где можно сдать анализ крови в Бресте на содержание свинца? И сколько это стоит? 33 рубля это стоит? Ну, представляете, да, каждому человеку на семье сдать? И вы знаете, дело в том, что, ну, как я вот думаю, что если они будут знать, что тут даются анализы, они скажут врачам, и такие же, как Радченко, чтобы сохранить свои теплые попы. Конечно, я так думаю, я не уверен в этом, но что им может помешать? Вы носите анализ, говорите, откуда земля или откуда вода, и вам быстро... Нет, нет, мы сейчас имели в виду врача. Мы имели в виду врача. Врач или санстанция делает эти анализы, она свободно может нарисовать, какие хочет результаты. Вот. Мне кажется, это надо ввести тогда в какие-то независимые... И вы знаете, и... И вы знаете, и... А вот... А вот... Страшно становится, что ничего не непонятно. То есть, может быть, их все хорошо, этот завод действительно безопасен. Тогда давайте будем, расскажите. Если бы завод был безопасен, они бы сказали, ребята, приходите, смотрите, все бумаги. Ответ на ваш вопрос. Первого класса свинец опасности, эти отходы не утилизируются. Это наша территория, нашу гречену сделали отхожим местом. А их нельзя убрать. А то, что попало в песок, в грунт, ассорбировать надо, да, его там, этот вот, свинец к чему-то, к песчинке, кремнию прицепился, это бюджета страны не хватит, чтобы, допустим, гектар земли очистить. Его нельзя убрать. Почему все их против размещения, этих новых производств? Его нельзя. Первый класс опасности. Не может быть размещаться. Недопустимо его здесь. И тем более при таких условиях, когда чиновники обманывают. Ведь, казалось бы, санитарный врач, экология, видишь, что подложные документы подписывают и используют для того, чтобы их разместить. Бывают такие случаи, что чиновники обманывают? Наверное. Серьезно? А вот я, например, очень часто имею с ними дело. Я вам скажу, что я вообще не знаю, когда они не обманывают. Чиновники, милиционеры, там, они всегда, на этом построена как бы система, понимаете? А, сарказм. А я вас серьезно воспринимал, вы знаете? Просто мы не думаем, кто не рядом живет, где-то, может, на долине этого завода, что эта проблема их не коснется. Но я вот приведу пример. У меня моя подруга, с ней 5 лет учились в университете, родом сама из Волковыска. Параллели провожу из Волковыска. Там был тоже завод по производству аккумуляторных батарей. И все, наверное, слышали, как он был закрыт, почему он был закрыт. Вот. У нее родился ребенок сейчас. Не знаю, связывать это или с тем, или нет. Абсолютно здоровые родители, здоровые бабушки, дедушки. Отставание в развитии у ребенка серьезное. Большое содержание в крови свинца и ртути. Почему? Вопрос. Слабо умеет детей. Все, слабо умеет детей. Это первое, что, наверное, таки нужно. И вот, что вот интересно, да, вот 13 тонн свинца. Я про это уже, наверное, говорил. Но мы все равно ждем Радченко, да? 13 тонн свинца. Его же не будут возить из России там или откуда-то. Это будут, скорее всего, аккумуляторы, которые уже отработали свой срок службы в Китае. И тут будет, да, реально, как вы говорите, помойка, ну, по моим предположениям. Ну, и хотелось бы еще дополнить, что все вопросы, которые были у группы, которая работала над этими вопросами, в тыльмах задавались. Неполученные ответы. А сегодняшняя встреча очень показательна. То есть кандидат в депутаты, я скажу, проигнорировал свои служебные обязанности, которые он должен был проявить. Выбор это 18-го уже числа. И такими действиями, честно говоря, дискредитируют вот эти выборы. И после такого отношения ко мне, как к избирателю, я после этого на выборы не пойду. Лично моя такая гражданская позиция благодаря господину Радченко. И еще вот здесь есть, Мария, допустим, мы собирали подписи, Ирина, наверное, да, собирали подписи. Мы можем сказать, что из 100 человек, не более 2-3 человек, которые ни за, ни против. То есть они выскажут, что может быть, не может быть, просто так. Но 97 человек, то есть 97% твердо говорят, нет, свинец это смерть, это опасно, это нет будущего. А что, мы уходим уже или что, куда все пошли? Друзья? Друзья, какие-то там... Радченко встречать. Радченко встречать. Радченко. Так, ну что мы будем делать там? Будем, мы такую нормальную политинформацию провели для Брещанши, мы будем его ждать, не будем. Как мы ждать? Ну надо, чтобы директор предупредил, что его не будет, а то сейчас придет, скажет, не дождались. Директор, что предупредил, что его не будет. Вот, друзья, ну не знаю, анекдот рассказать, боюсь, что какой-нибудь скабрезность скажу. Вот, ну давайте, если бы вы что думаете по поводу выборов, по поводу Радченко, вообще на что это вот похоже, когда назначена встреча, а он не приходит к избирателям. Как вас зовут? Дмитрий Завод. Дмитрий, громче говорите. В принципе, согласен с тем, что тут все говорили, да, мне волнует вопрос тоже. Никакой политической партии мы не относим к себе. Вы не говорите про политику, потому что у нас все касается политики, поэтому я тоже вне политики, я тоже вне политики. Хотел жить спокойно в здоровой, процветающей республике Беларусь. Никуда не уезжать в свое место, с Бреста. Вот, как мне всегда отец говорил, который здесь родился, вырос, у меня уже тут дети, получается, четвертое поколение здесь растет. Вот, лучше Бреста не в то место. Дмитрий, вы не ответили на мой вопрос, я вас спросил конкретно. Вот вы пришли на, вы же избиратель Радченко? Нет, я не избиратель. А, не избиратель? В Стимово. Я не в Стимово. А, вы в Стимово? Да. А что вы думаете вот по этому поводу? Он просто наплевал, Эдуард меня зовут, он просто наплевал, что называется, на своих избирателей. В день, когда должен был прийти, просто наплевал. Люди пришли, люди хотели ему задать вопросы. И что? Ну, просто не пришел. Это просто трус называется, правильно? Ну, да. А вы его избиратель? Я его избиратель. А вы что думаете по этому поводу? Вот, по поводу его отсутствия? Я разочарована. Разочарована? Я помню, вы так деликатны. Я разочарована. Ну, мне интересно, если человек идет на выборы, выдвигает себя сам или коллектив, я не знаю, кто его выдвинул. Он заинтересован в том, чтобы люди ознакомились с его программой и отдали за него свой голос. На что он рассчитывает, что его и так выберут? Это опять сарказм у вас? Нет, это уже не сарказм. Его это же не волнует, что вы думаете, что его там интересно это. Ну, его же выберут, наверное. Его назначат, только его выберут. Есть ли выборы? Вот тут вот поделились, кто, наверное, знакомый, товарища Радченко. Может попробовать ему набрать, если у него спросить? Да, да, наберите, давайте, наберите. А я могу спросить, если не... А как его отчество? Геннадий? Геннадий Иванович. Иванович. Друзья, мы сейчас звоним Радченко. Мы сейчас вот... Это вот все его избиратели пришли к нему на встречу, а он отсутствует. Не пришел. И директор школы, женщина, очень такая, ну, привлекательная, на мой взгляд, на фотографии, где-то спряталась от нас и не выходит. И никто не знает, где она. Хотя вот буквально до нашего прихода недавно совсем она... Недавно она здесь была. Так, ну что, звоним, да? Сейчас, 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 сейчас. Я его сохранила. Сохранили себе в телефон. Поделился. Я его до встречи не знала, так бы еще, наверное, вчера позвонила. Я вам могу прислать его фотку. Звони Геннадию Ивановичу Радченко. Ну, вообще... Звучит, звоночек. Вот и Роман Кисляк пришел сейчас. Мы у него... После звонка? Вы уже звоните? Все, пошел звонок. Так, делаем ставки. Делаем ставки. Мы сейчас в 25-й школе. На Волгоградской 7. Вот. Здравствуйте, это Геннадий Иванович. Извините, ошиблись. Вы неправильно набрали? Мы ошиблись. Вы, если что, ставьте на громкую связь. Нас же смотрит, уже смотрит 205 человек. 205. Если телефон был ком, я должна какой-то префикс набрать? Конечно, плюс 275, ой, плюс 275, 29, ну, префикс, конечно, и был ком. Так, а вы его избиратель? Стима Майбош, да? Да, я избиратель. Что вы скажете по поводу его отсутствия? Что, уже сколько сейчас времени? Уже где-то пополовина, да? 40-40 без 20. Вот что вы... Как вас зовут? Меня зовут Марина. Ну, что тут, все очевидно, человек испугался, ему нечего ответить народу своему. Все, нечего сказать. Нет, ну вот вы как избиратель, то есть то, что... Я не приду голосовать. То, что он не... Да, я не приду голосовать, не буду. Ясно. Потом просто посмотрю, как... Использовали мой голос или нет? Проконтролирую этот вопрос. А как вы проконтролируете? Ну, не знаю. Здравствуйте, это Геннадий Иванович. Это вас беспокоят ваши избиратели по 31 округу. Мы были проинформированы, что в средней школе номер 25 на Волгоградской 7 будет с вами встреча. Здесь собралось, ну, около 20 ваших избирателей. Ждем вас. Вы скажите, вы будете? Я в командировке нахожусь. В командировке. А можно вот вас поинтересоваться, когда еще будет, вот, может, до выборов встреча с избирателями и где она будет проходить? Не запланировано больше встречи никакие. А может, найдете в своем плотном графике время? Трубку положил. Положил трубку. Положил трубку. Положил эскулап трубку. Вот так, дорогие друзья. Он отказался от вашего голоса, Ирина. Да, вы ему не нужны. Так, ну что? Ну вот, дорогие друзья, вот так вот обстоят дела. Не знаю, ну что, заканчиваю тогда трансляцию, заканчиваю. Ну все, Роман Кисляк, можно вас пригласить? Я просто, чтобы не снимать детей, чтобы камеру не отправлять. Хочу у вас взять комментарий. Сейчас на вас отправлю камеру. Что вы вообще думаете по поводу сложившейся ситуации сегодня? По поводу того, что Радченко не пришел? Вы видите, вот мы сейчас ему только что звонили, он сказал, что он в командировке где-то. И что больше встреч до выборов у него не запланировано. Ну, конечно, это на совести, в общем-то, этого кандидата в депутаты, так сказать. Потому что, если он приглашает людей на встречу, он должен сам приходить и встречаться, и разговаривать с людьми. А не таким образом срывать, в общем-то. Юридически, конечно, я здесь как правозащитник. Юридически здесь нет, в общем-то, нарушения. Ну, это, можно сказать, моральные вопросы именно вот этого кандидата. Скажите, пожалуйста, какие-то новости есть по заводу? Вы же занимаетесь бумагами, документами. Есть что рассказать нового зрителя? По заводу аккумуляторному, который под Брестом, работает несколько групп. Ваша группа что-то делает? То, о чем сейчас можно рассказать? Я думаю, что в ближайшее время будет. Не сегодня, да? Да, не сегодня. Дорогие друзья, это был Роман Кисляк, правозащитник. Вот, ну, и я вот... Тут еще люди подходят и подходят. Я не знаю, продолжать ли эфир или нет, потому что, в принципе, мы уже обо всем поговорили. Все сказали то, что они думают. Вот, ну, и, не знаю, надо, наверное, написать Ермошиной. Хотя, я не знаю, Ермошиной там написать. Вот так у нас работает закон, и так вот у нас относятся к людям. С ЦИКом сегодня комната, потому что я предварительно позвонила в школу узнать, состоится ли встреча или нет. И директор мне сказала, что нет, не могу. И я позвонила опять в ЦИК. И они сказали, что, к сожалению, они никакого влияния на кандидатов не имеют. Это их добрая воля встречаться с избирателями. Когда встречаются, как не встречаются. И даже вот такая ситуация, когда встреча запланирована, и не были оповещены массово люди, что встречи не будет, он может просто наплевать и не прийти. Ну, что лично я бы сказал Геннадию Ивановичу, что так поступать некрасиво. Вот. И, ну, как бы, благодаря этому заводу вы тоже стали личностью медийной. Про вас узнало много брещан. Узнали, на что вы способны, что вы можете сделать. Вот. Поэтому, ну, я не знаю, хорошо ли в вашем случае быть медийным или нехорошо. Скорее всего, не очень хорошо, потому что вы боитесь своих избирателей, не приходите к ним навстречу. И показываете этим самым, опять же, свое неуважение. Вот. Ну, все в нашем мире возвращается бумерангом. И, ну, вы понимаете, про что я говорю. Желаю вам и вашей семье счастья, здоровья. Ну, и жить поближе к трубе. Так. Ну, что, дорогие друзья, уходим мы, да? Уходим мы или же... Я просто не знаю, что говорить. Анекдот можете рассказать кому-нибудь? Нет. Не будем. Да, не будем, не будем. А то у нас серьезные мероприятия скажут, пришли какие-то балаболы там, правильно? У меня просто ситуация сегодня была... У меня тоже грустнулось, что вот так относятся к нам. А как вы думаете, построить завод или нет? Вот победит, победит, победят люди или нет? Я очень надеюсь, что он построит. Ой. То есть у вас уверенности нет? А вот смотрите. А вы там живете под трубой? Да. А вот смотрите. Вот такой сценарий. Его построили. И он начал лупить каждый день по машине, по фуре, по 50 тонн свинца. А у вас же детки есть, наверное, нет? Есть. Вот. Вот ваши действия. Что вы делаете? Ну, я уже думала, фильтр можно поставить, но постоянно в маске не будешь ходить. Не, ну вы-то ладно как. Детки? Ну, честно говоря, я-то уже как бы, я уже свое отжил. Мне уже 47. Здесь воздух, а через воду. Для готовки, для питья, значит, мы используем фильтр. А в воздухе, я не знаю, будем делать анализ. В воздухе, земля. Тем более дети наиболее подвержены в силу маленького роста. И в других нет. Они, из-за того, что они ниже ростом, мне вот один врач знакомый говорил, может, это как бы и не совсем правда, но вот мне врач говорил, что из-за того, что они маленький ростом, они более подвержены этому. Ну, мы будем насторожены в любом случае. Будем делать анализ. То есть вы никуда не уедете? Если будут какие-то приличные признаки, конечно, уезжаем. То есть у вас будут, есть возможности ехать? Возможности есть всегда. Есть, да? То есть понятно. Хорошо. Ну, давайте еще у кого-нибудь спросим. Вот, например, давайте у Эдуарда спросим. Вот, Эдуард, вот вопрос такой. Вот, как вы думаете, победим мы или не победим? Хотелось бы верить, что мы победим. Хотелось бы верить. А на что лично вы готовы? Ну, я уже говорил, что, в принципе, я уже склонен к тому, чтобы перекрывать дорогу, чтобы был какой-то резонанс общественный этого всего. Потому что... Хорошо. Вот, допустим, взяли мы там дорогу. Я тоже, кстати, буду. Я буду с вами в этот момент. Я буду с камерой с вами. Вот. Все. Посадили нас на сутки, дали дубинами по голове. Ну, значит, посадили. Построили завод. Завод работает. Вот ваши действия. Вот что вы делаете? Вот, ну, не победили. Вот избили нас. Ну, чисто мое действие какое. У меня, допустим, дети уже выросли, они уже уехали отсюда. Мне остается только продать здесь все, что у меня есть, и уехать к детям. Ну, уже, говорят, цены упали на эти дома в Стимово. А что делать? Будем, значит, дарить. Ну, у вас есть возможность, вы уедете, да? Да. А вы что скажете? Тоже придется уехать. У меня трое детей. Я не хочу, чтобы они были больными, и мои внуки были больными. Мне тоже придется продавать дома и уезжать. И у вас возможность есть уехать, да? Ну, буду искать, я ничего не знаю, но я не собираюсь, чтобы... Никакой дом не стоит того, и ничего не стоит здоровья детей. Дима, берем самый худший... Нет, я беру самую. А? Супруга. А, это ваша жена, да? То есть у вас... А вы там живете, в Стимово? Да, я вместе с удовольствием. А, это вы с мужем. Так, ладно, ну, пойдем. Так. А вы где живете, Ирина? В Училке. В Училке? Ну, вот, предположим, такой самый плохой сценарий. Я не знаю, я не хочу жить возле такого завода. Ну, то есть, как обычно, все молодые люди могут куда-то вообще уехать, да? В ту же Польшу или куда угодно. Но я уже не хочу, я хочу жить в городе своем, в Престе. То есть, ну... Ну, а если построят, вычелки... А если рожать детей, то я не знаю, как рожать сюда, вот сюда в город. Вот, я не знаю, я не хочу, чтобы они были, ну, вот, рассказывали, да, все это. Ну, то есть... Ясно, ну, вот, нас все время пытаются Лемешевские убедить через каких-то ученых, там, каких-то доцентов, и сам он там дает какие-то интервью, на мой взгляд, там, такие полусмешные на Тутбайе, что это безопасно, что люди не понимают ничего, типа, что люди повелись там на поводу каких-то там других людей, каких-то там необразованных, ну, допустим, блогеров, да? Вот, как вот вы считаете, насколько его слова имеют место быть, насколько они правдивы, и как вы относитесь к этой ситуации? Я абсолютно ему не верю. Я не очень представляю, как можно, ну, вообще не представляю, честно, что внутри у этого человека творится, ну, таких людей, да, потому что, ну, то есть как, деньги, получается, стоит, вообще затмели все или как, я не знаю, то есть даже тысячи людей зависит от этого, ну, как, от этого решения. Ну, вот, вы поймите, что в данной ситуации Ирина Лемешевский, он далеко не рулит, не может, не может он с такими нарушениями строить завод, то есть за ним кто-то стоит, и стоят конкретные люди какие-то, могучие в этом плане, вот, то есть, ну, а вот, что касается, вот, мне просто интересно, вот, говорят, что вот там блогеры там написали, там народ будоражит, как бы, как вот вы можете это проанализировать, насколько вот это... Я не считаю, ну, я думаю, что это не подоражение, я думаю, что это и есть самая настоящая, нормальная журналистская работа, которую сейчас, по сути, никто в нашем городе больше не делает. Закрыли Берийский курьер, ну, была газета Берийский курьер, да, вот, его закрыли, возможно, из-за этого, я не знаю почему, то есть, может быть, ну, неизвестно вообще. Хорошо, Ирина. И спасибо за вашу работу. Так, спасибо вам за теплые слова.